всегда с ними хорошо идите к нам мне хорошо с собаками и детьми поэтому мне хорошо всегда с ними вот реально звук глухой такое ощущение что микрофон в комнате из вас почему только созерцаете это молодежь современная такая она только смотрит она не может давать ничего вы не можете ничего рассказать мне или хотя бы там сказать у меня такая забавная ситуация была в школе там не знаю у меня одноклассника зарубил маньяк там забил камнями до смерти мне не давать больше громко орать просто хорошо мне нравится Бобльгом принцесса Бобльгом конечно я вообще не понимаю почему финн ее еще до сих пор не это но не облагородил ему 13 можно подумать это кого-то останавливало но я имею я имею ввиду из мультгероев в реальности конечно же это нельзя ты думаешь УК РФ распространяется на вселенную время приключений не думаю она стесняется да даже это люди знаешь когда я когда был тоже как бы моложе да я если я так сидел ну да а потом от этого появлялись прыщи а еще но я не знаю насколько это актуальная информация быть тебе еще вот если борода да появляется ее нельзя чесать тоже там появляются прыщики там никого нету я вот я клянусь своей подругой своей маленькой подружкой ее правда нет сейчас со мной ты рефлексируешь как 15-летняя школьница ты ведь не 15-летняя школьница ну ладно девицы до скорых встречи скоро я приеду в Севастополь и поймаю вас захвачу вас в плен будете мне рассказывать забавные истории петь правильно будете правильно петь песенку и я надеюсь что вы не будете вот так вот сидеть и вот так вот сидеть знаешь почему потому что руки у вас будут связаны ладно давайте приятного аппетита сау будешь сау что такое сау я не понимаешь не я не знаю просто это не знаю что такое сау это может быть хуй например если я не буду хуй как бог а ну нахуй анала что он спросил как аллах ну как аллах играю да 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 душа чтоб кипела нет признак твердого с攻击 murders вот там вот там днило я по моему девушку достаточно лба potato и а только белос подокосы лица оплаты пос believe вновь правильно получать в этом у sürbo чем те может идти вcely предыстран LI на写lı примуṣ Changing Давай. Давай, начинай. Ты сыграй что-нибудь такое, по изнасилованию. По изнасилованию? О, короче. Сделай это, парень. Мы приличные девушки, мы можем позволить тебе показать... Ну, шею, например. Показать рот, например, да? Шею. Ну, понимаю, да. Ты, наверное, забыла первое правило нашего с вами общения. Вы должны орать в камеру. Привет! Я проснулся утром в ледяных узорах окно. Это просто Дед Мороз подрочил мне на него. Я пошутил, он не дрочил. Он сделал кое-что более страшное. Теперь вы расскажите какую-нибудь забавную историю. Ну, естественно, кричать вы ее будете. Ну, неужели у тебя вся жизнь так протекает? Многие дети в твоем возрасте пишут целые истории о своей жизни. Многие даже читают их в суде. А твоя подруга, почему она в такой ужасной шапке? Она же мужская. Ну, она мужская, понимаешь? На флоте всегда были мужчины. На флоте женщина к беде. Корабль шел ко дну, если женщина оказалась на корабле. Вспомни историю Титаника. Почему корабль пошел ко дну? Там была женщина, которая имела связь с капитаном. Так, и ты забываешь, что надо кричать в камеру. Да, но ведь корабль пошел ко дну не из-за этой розы. Да, из-за розы ветров. Лучше песенку спой. Я пою песни только своим женщинам. Поэтому, как ты заметил, я вот сейчас пел в пустоте, да? И потом поел с ты, и я закончил играть. Я буду интернет-женщиной. Ты будешь моей интернет-женщиной? Круто. А у нас будет с тобой интернет-секс? Ну, то есть такой воображаемый. Обойдешься. Такое ощущение, что мы сразу как бы от знакомства перешли к десятому году брака. А от меня хи-хи-ха-ха вряд ли ты получишь. А-а-а. И сиськи я тебе не покажу. Ой, больно надо. Больно надо. За кого ты меня принимаешь? Ты думаешь, мне нужны сиськи? Ты думаешь, сиськи это бог? Нет. Бог умер. Ну, хотя бы ты не трясешь тут своими гениталиями и не просишь меня показать губ или жопу. А это же, как бы я думал, да, почему происходит? А это просто эксгибиционизм такой нового времени, да? То есть я встречался с эксгибиционистом. Ну, не то, что я как бы с ним встречался, и у нас были встречи, свидания там, просто я сталкивался. А тебе тяжело раздеваться перед кем-то? Перед кем-то? Не, ну мне легко раздеваться перед кем-то, но при условии, что этот кто-то уже голый, понимаешь? Не станцевал бы, если бы девушка попросила стриптиз? Ну, при условии, наверное, что девушка уже сама была, как это, в костюме Евы. Станчивый стриптиз. Всё, моё времяпрепровождение в этом чате, это сплошной стриптиз. Я рассказываю очень серьёзные вещи людям, да? Ну, из своей жизни. Своё мироощущение, мировоззрение и всё, и... Чем это не стриптиз? Оголённая душа значительно вульгарнее, да, выглядит? Чем оголённое тело. Стриптиз твоих чувств. У меня голос как у покемона. Ну, я люблю покемонов. А с этим мне нравится пси-дак. Он такой, знаешь, поехавший немножко. Мой голос не подходит моему лицу. Лицу, ты хотела сказать? Мне не подходит. Он у меня детский. Вполне, по-моему. Ну, многим нравятся дети. У тебя вообще девушка была куда-нибудь? Хороший вопрос. Дай вспомнить. Ну, я думаю, что тот случай в детском лагере можно называть. Ну, а расскажи какую-нибудь историю жизни, что ли, чтобы я мог лучше понять тебя. Я останусь с женщиной загадкой. Хорошо. Я тебя прибавлю к тем мужчинам-загадкам, которые дрочат и переключают, хорошо? Потому что от них я тоже знаю очень мало. Ну, к сожалению, у меня и нет члена, я не умею дрочить. То есть ты реально сожалеешь об этом, да? Подрочила, нет проблем. Ты думаешь... Можно подумать, у женщины так работает как-то по-другому. Хватит носу говоряться. Я не умею носу, я вот тут вот на крыльях носа. На крыльях носа, как это звучит, да? Я, как там, герой, летящий на крыльях носа. Наверное, кокаиновых наркоманов можно назвать, да, героями, летящими на крыльях носа. Ты что был на этот план? Ну, мне просто не очень приятно. Знаешь, вот я не лежу пизду, да, что называется, извиняюсь, но я и в жопу девушку не трахаю. Потому что это вещи... Это первые вещи. Нет, это у них одна сущность. То есть у меня это нормально? Апостол Пётр, значит... Апостол? Апостол Пётр говорил... Апостол! Апостол Пётр? Я не знаю, о ком ты говоришь. Может быть, и был такой апостол Пётр. Мне нравится думать, что апостол Пётр. Что за таблеточка? Антидепрессанты. Ждал ты, что ты скажешь, что там... Я познакомилась с парнем, который предлагает мне совершить групповой суицид. Так, ну, пока что все интересно. Как ты нас фоткешь? А его... У него организация не Джонстаун называется? Двоём. То есть два человека это уже группа, да? Ну, скажем так, пара. Парни, что ли? Возьмите с собой хотя бы кота, чтобы, ну, трое было. Потому что толпа это от трёх человек. Это неинтересно. Чё? Тебе не жалко того парня и себя, но тебе жалко кота? Это странно. Я целился долго из густов, целился. Ружьё вот так вот ходило. То есть, ну, силы в руках сейчас совсем не было. А потом я поймал. Оп. И нажал крючок. Выстрелил. И она умерла. Вообще сразу. Моментально. То есть, даже добивать не пришлось. Я помню, у меня такой ужас был, как бы это, в душе, да? Это как это так? Я оборвал, оборвал жизнь, да? Линию жизни другого существа. Но это только первый раз так было. Желаю, чтобы кто-нибудь промахнулся и выстрелил тебе в зад. Мне в зад? Да. Да, и не вырезаю от дропи с жопы, потому что иначе будет там вся жопа в решето. Из мягких, ну, тканей, я имею в виду. Вот. Ну, это же замечательно. Ты бы был в жопу с этим всю жизнь. С дробью в жопе? Да. Ну, а свинец сработало бы это, например, как его? На всяких турникетах там меня бы не пропускали. Я бы объяснял людям, снимал бы трусы. Там, при пассажирах, в аэропорту. Говорил, что вот, мне девушка в жопу выстрелила за то, что я убил селезня. В 98-м году. Она нашла меня, когда я приехал к ней в гости в Астану. Она выстрелила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова